Есть еще у нас товарищи, превращающие иногда свое служебное время в пустое времяпрепровождение. Ведь сколько обладателей отдельных служебных кабинетов, заслышав по радио призывный сигнал футбольного марша, немедленно покидают свои посты, выставляют секретарей, как боевое охранение, и, прильнув к репродукторам, переносятся на переполненные трибуны стадиона, забывая обо всем на свете. Я считаю, что было бы полезно в один прекрасный день, в часы очередного футбольного состязания, угостить вот этих уж чересчур ретивых футбольных болельщиков приблизительно таким репортажем. Внимание, внимание, наш микрофон установлен в конторе за год снаб-кнопка сбыт. Сегодня, сегодня, сегодня здесь проводится встреча посетителей с местными работниками. Хозяева поля принимают гостей не очень ласково. Ворота кабинета защищает мастер своего дела, секретарь Пёрышкина. Вот она, вот она ловкими короткими ударами отражает все атаки посетителей. Однако, одному из них удается прорваться на штрафную площадку к двери. Удар, еще удар! Удары в дверь не приводят к результату. Умело маневрируя, секретарь переходит в полузащиту. Поздно. Она пытается доказать, что уже поздно. До конца приема остались считанные минуты. Однако, обратите внимание, нападающие продолжают вести свою линию. Правильная линия. Вот один из них с лимитным броском входит в пределы вратарской площадки управляющего. Рука. Рука, очевидно, у него вышестоящей организации. Впрочем, нет. Впрочем, нет. Оказывается, ему просто удалось обвести секретаря, обвести, так сказать, вокруг пальца. Вот сейчас нападающий остался один на один с управляющим. Короткая борьба, и он кладет свое заявление точно в центр зеленого поля письменного стола. Что такое? Управляющий. Управляющий явно не на месте. Он принимает заявление, сразу же отсылает его в левый дальний угол конторы. Левый край схода перебрасывает правую, тот быстро отыгрывает назад. Заявление удаляется управделами, и не причинив ему никакого вреда, отскакивает от него, как от штанги. Посетитель не мячется из угла в угол. Надо бить. Бить надо таких бюрократов. Но пока в результате не очень красивой, но хорошо разыгранной комбинации, заявление так никого и не задев, уходит от руки управделами в правый нижний ящик письменного стола. Положение посетителя становится крайне тяжелым. Он пасует и медленно укатывается за боковую черту, так ни черта и не добившись. Продолжение следует...